Вопросы газификации и газоснабжения Горочева-Черкесии обсудили на расширенном совещании с руководством Газпром Межрегионгаз. В этом году стартует строительство сразу двух больших газопроводов в Учкуланском ущелье до Джамагатского. На сегодняшний день ведется разработка проектной документации для строительства еще трех поселковых, которые позволят газифицировать 9 сельских населенных пунктов в Урупском районе. Мадина Каракетова подробнее. Прежде чем приступить к обсуждению заявленных тем, глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов приветствовал заместителя начальника регионального департамента ПАО «Газпром» Арсена Гоглоева, генерального директора «Газпром Межрегионгаз» Сергея Густава, а также коллектив газовиков Карачаева-Черкесии, которые сегодня отмечают юбилейную дату 60 лет со дня образования газораспределительной организации в республике, и выразил всем присутствующим благодарность за работу. У нас есть задачи, которые поставлены президентом Российской Федерации. Мы в плотном контакте с вами, со всей вашей командой, неукоснительно исполняем их, и где-то даже какие-то нововведения, такие, как принятое решение, мною принятое решение по вашему совету о том, чтобы мы по то, что касается социальной газификации, сделали прямо до дома. Это касается всех жителей нашей республики. Рашид Темрезов выразил уверенность, что договоренности, прописанные в программе газоснабжения и газификации Карачаева-Черкесии на 2021-2025 годы будут реализованы в полной мере. И самое главное отметил генеральный директор «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густав. Газ, поступающий в Карачаево-Черкесию, оплачивается вовремя и в полном объеме. Республика газифицирована на 83,7%, тогда как в целом в России этот показатель достигает 72%. Будет построено еще 372 километра распределительных сетей. Вновь газифицированы будут 25 населенных пунктов. Обеспечена техническая возможность газификации еще 8,5 тысяч домовладений. И 30 котельных перейдут на природный газ. Сергей Густав отметил, что программы 2021-2022 годов выполнены успешно. До конца января будет утвержден план график синхронизации на 2023 год. И нет оснований сомневаться, что и эта работа будет выполнена на уровне. Что касается догазификации, то на сегодняшний день подано 3700 заявок, из которых принято в работу 3400. «Газпром» газораспределение «Черкеск» подписал договор, и компания обязуется построить газопровод до границы земельного участка. Гражданину, владельцу достаточно будет купить газоиспользующее оборудование, плиту, котел. А с учетом решения президента, поручения президента, которое тоже вами реализовано в республике, еще для 9 льготных категорий граждан будут предоставлены субсидии 100 тысяч рублей, то можно сказать, что для очень большого количества жителей республики вся догазификация, по сути дела, будет без использования их средств. Сергей Густав также довел до сведения участников совещания, что программа догазификации полностью профинансирована, обеспечена трудовыми и материально-техническими ресурсами. Если нас услышат жители республики, если вы проживаете в населенном пункте газифицированном, и у вас нет газа, даже если нет газа на вашей улице, на соседней, но населенный пункт газифицирован, подайте заявку, и мы в совместной работе с правительством республики доведем газ, теперь можно говорить уже до цоколя вашего дома. Участники совещания обсудили принципы безопасного использования газового оборудования. Вопрос был поднят не случайно, так как в прошлом и позапрошлом годах в республике имели место быть случаи отравления угарным газом, в том числе и с летальным исходом. Как отметили специалисты, речь идет о домовладениях, в которые был невозможен доступ специалистов газовой службы. В завершение совещания Рашид Темрезов и Сергей Густав поздравили Газпром газораспределения Черкес 60-летним юбилеем. Магина Каракетова, Олег Малхожев, Вести, Карачаево, Черкесия.